Друзья, всем привет! Нахожусь на Васильевском спуске. Здесь вот возводят какую-то очередную сцену к очередному концерту, извините за тавтологию. Вот, собственно, Красная площадь и Кремль. Я сегодня хочу показать, как живет Москва после чемпионата мира по футболу. То есть пройти на Никольскую улицу, показать, что там вообще происходит. Как вот это была такая самая главная фан-зона Москвы, где все тусовались, и что происходит там сейчас. Собственно, туристов в Москве на Красной площади много, но вообще людей по сравнению с тем количеством, что было на чемпионате, в разы поубавилось. Как бы заметно, что стало меньше людей, меньше туристов. В общем, Москва вошла в обычный до чемпионатовский ритм жизни. Ладно, сейчас прогуляюсь до Никольской и все вам покажу. Ча-ча, давай. Ча-ча, давай. Пароход на Никольскую теперь открыт. Рамки металлоискателя вот убрали в сторону. Люди могут спокойно пройти на Никольскую. Иностранных туристов достаточно. Ну, как, собственно, в обычный выходной день, когда до чемпионата. Сейчас посмотрю, может быть, здесь будут где-нибудь уличные музыканты из моего предыдущего ролика. Кто не видел, посмотрите. Пока из музыкантов только вот дедушка. Спасибо. Сейчас зайду в за иконоспаски мужской монастырь. Там вот какую-то лавку вижу. Отведаю монастырского пирога и попью какого-нибудь напитка. Короче, купил только вот православной воды за 50 рублей. Чего-то я не захотел. Эти пирожки есть. Вода. Обычная холодная вода. Вода. И поезд улетит. Ну вот вы сами все видели, атмосфера спокойная, туристическая, стабильная, много народу, много туристов, но не так, как было в период чемпионата, опять же повторяюсь уже в который раз, как вот было до чемпионата, даже нет ментов, и музыкантам разрешено играть, что удивительно, может как раз-то повлияла акция музыкантов на прошлой неделе, потому что про это написали многие СМИ, и вот сейчас музыкантов не гоняют, собственно, все спокойно, даже ментов не видно. Вот хочу еще заметить, многие блогеры хвалят, продажные блогеры, продажные пидорасы, даже так скажу, хвалят Собянина, его благоустройство. Я хочу заметить, что я вот стою, вон сквер, где Соловецкий камень на реконструкцию закрыт, его уже второй год подряд реконструируют, просто пилят бешеное бабло. Сейчас, может, еще пройду, где-нибудь найду реконструкцию, ну, в общем, в центр вернулась снова эта Собянинская реконструкция, перекладывание плитки просто, распиливают какие-то колоссальные бюджеты. На выборах мэра Москвы ни в коем случае не голосуйте, разумеется, со Собянина. Лучше поставьте крестики напротив каждой фамилии, чтобы бюллетень признали недействительным, потому что не допустили вообще оппозицию, нет ни одного независимого кандидата. Все кандидаты обговорены с мэрией, то есть все кандидаты по мэрски. Поэтому просто перечеркните бюллетень, чтобы бюллетень признали недействительным. Чем их больше будет, тем лучше. Ну, собственно, все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео. Будет много всего интересного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok